Это не просто выставка фотографий. Здесь собраны истории детей-сирот. Организаторы убеждены, что эти глаза и улыбки красноречивее любых слов расскажут о судьбах тех, кто лишён своих родителей и нуждается в заботе. Цель выставки – показать, что сделать воспитанников интернатов счастливыми может каждый. Мы хотим привлечь внимание нашего города и ещё раз показать, что существует такая программа, чтобы люди смотрели её, чтобы люди приходили на сайт. Потому что можно этих детей не только усыновлять или брать под опеку, можно просто помогать, а можно брать в гостевые семьи, можно на выходные забирать. То есть делать для них всё возможное, потому что это точно такие же наши дети. Екатерина Нечапаренко и Татьяна Онищенко создали свою программу 8 лет назад. За это время более 400 детей-сирот нашли любящих родителей. На выставку пришли сотрудники и воспитанники второго детского дома, с которого и началась история проекта. Они уверены, что мероприятие может привлечь внимание людей, которые способны взять себе ребёнка. Ведь на фотографиях не только дети, которые ищут родителей, но и те, кто благодаря программе уже обрёл полноценную семью. Все дети детского дома прошли через эту программу, детские истории были рассказаны. И большое количество детей были помещены в семьи под опеку или на усыновление. Плюс ещё нашли друзей, таких, которые взяли шефство над этими детьми и как-то по жизни ведут их и помогают им. Удачно строить свою взрослую жизнь выпускникам детских домов помогает и правительство области. Сейчас я получила квартиру. Спасибо большое. Когда вы получили? Я получила. Вы ко мне уже приезжали. Когда? Когда ждала? В прошлый год. А сколько ждали? Ждала я не долго. Восемь месяцев всего. За многолетний искренний труд авторы проекта «Где ты мама» получили дипломы и слова благодарности от губернатора. Признаются, свою работу направляют на то, чтобы решение взять ребёнка из интерната у людей было осознанным. Для этого на базе второго детского дома работает школа приёмных родителей. Многое зависит от того, как наше общество относится к малым детям. Сегодня изменения, позитивные изменения на территории Саратовской области, безусловно, есть. Но много ещё и проблем. И я бы хотел обратиться ко всем саратовцам. Пожалуйста, обратите внимание. Сегодня часть наших юных сограждан нуждается в вашем внимании. Чтобы работа в этом направлении была системной, год назад авторы программы создали общественную организацию. Признаются, планируют провести и федеральный фестиваль для обмена опытом с другими регионами.